Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда я Артем и это рубрика Hard News. Сегодня мы с вами поговорим много о чем, будет много новостей, поэтому приготовьте чаек, будет интересно. Итак, поговорим мы сегодня с вами о видеокартах компании AMD, более младшего сегмента, которые заменят собой наконец-то архитектуру Polaris. Конечно же поговорим опять о процессорах AMD и о будущих архитектурах. И немножечко поговорим также о ивенте от компании Microsoft, где показали новую линейку продуктов Surface. Surface это я напомню ноутбуки, планшетобуки и так далее от компании Microsoft. Ну и конечно же затронем также и процессоры от компании Intel. Итак, поехали. Ну а теперь более подробно поговорим о видеокартах компании AMD. Наконец-то свершилось. Появились в линейке видеокарт Navi, архитектура RDNA первого поколения, доступные решения, которые смогут заменить собой Polaris. Это линейка RX 5500, в частности 5500 XT, дальше у нас есть обычная 5500 и мобильные решения, это 5500M, 5300M, которые соответственно будут соперничать уже с мобильными решениями компании Nvidia. Итак, что мы имеем у настольных видеокарт? Итак, RX 5500 XT, 1408 потоковых процессоров, базовая частота 1670, в бусте 1845 и игровой режим 1717 МГц. Итак, RX 5500, здесь у нас фактически точно такие же частоты, различия только в памяти. Более старшая видеокарта использует 8 ГБ, GDDR6, младшая 4 ГБ, шина 128 бит, пропускная способность памяти 224 ГБ в секунду. И стоимость видеокарт около 130-150 долларов, примерно такая она должна быть. На скриншотах вы можете видеть здесь тесты компании AMD, в частности 5500 позиционируется против GTX 1650 и она производительней по заявлению AMD, чем 1650 на 37%. В различных играх Fortnite, Apex Legends, PUBG, World of Warcraft, Overwatch и Rainbow Six Siege. Что касается мобильной видеокарты RX 5500M, то также якобы на 30% она быстрее, чем 1650. Но в будущем уже мы сможем увидеть реальные тесты. Ну а между тем, компания NVIDIA также не сидит на месте и появляются уже совсем скоро видеокарты GTX 1660 Super. А есть на секундочку еще видеокарты 1660 Ti, так что здесь с позиционированием все будет довольно сложно. Они будут стоять по производительности крайне-крайне близко друг к другу. И также выйдет еще видеокарта GTX 1650 Ti. Как вы видите на скриншотах, технические характеристики видеокарт 1660 Ti и Super очень близки, о чем я уже только что говорил. Ну а характеристики 1650 и 1650 Ti также находятся в крайне-крайне одинаковом положении. Однако, разумеется, по стоимости видеокарты будут разведены друг против друга и, возможно, даже будет внутренняя конкуренция. В любом случае, для нас, для потребителей, есть из чего выбрать. Кроме Тюринга, это, я напомню, текущее поколение графической архитектуры, компания NVIDIA активно работает над архитектурой следующего поколения. Эта архитектура называется Ампера. По слухам, она будет выпускаться на 7-нанометровых нормах с использованием экстремального ультрафиолета и, внимание, не на мощностях TSMC, а на мощностях Samsung. Кстати, Samsung уже занималась производством графических чипов. Компания NVIDIA не очень высокого класса производительности. Сейчас же появилась информация о том, что Samsung сможет заняться производством высокопроизводительных решений компании NVIDIA. И, соответственно, полностью все свое основное производство она перенесет с TSMC на мощности Samsung. В принципе, это довольно логично, поскольку TSMC сейчас очень сильно загружена. И, возможно, еще второе, то, что компания NVIDIA считает 7-нанометровый техпроцесс Samsung более перспективным и более прогрессивным. Компания NVIDIA уже достаточно давно отмечает то, что техпроцесс не самое главное, и это действительно так. Техпроцесс ничего не решает, если не вносятся глобальные архитектурные изменения. И вот как раз архитектурные изменения, новшества вкупе с 7-нанометровым техпроцессом позволят создать довольно компактные кристаллы, которые будут содержать еще больше функциональных транзисторов, что и приведет к повышению производительности. Анонс новой архитектуры стоит ожидать в первой половине 2020 года. Ну и, думаю, традиционно, как всегда, NVIDIA в начале новую архитектуру будут задействовать в профессиональных решениях. В ускорителях типа Tesla, в компьютерах DJX и так далее, и так далее. Ну и, разумеется, технология трассировки лучей, я думаю, выйдет совершенно на новый уровень производительности. Это также логично. Теперь перейдем к центральным процессорам, компания AMD. Действительно, информация о процессоре Ryzen 9 3900 без XA подтвердилась. 12 ядер, 24 потока, базовая частота 3.1 ГГц, в Boosty 4.3. Cache 70 МБ, это Cache L2-L3, сложенный вместе. TDP 65 Вт. Стоимость пока что неизвестна. Довольно привлекательный процессор с относительно низким TDP. Не знаю, будет ли он в реальности таковым. Все-таки это 12-ядерный процессор, но тем не менее. Также появились тесты разогнанного процессора Ryzen 9 3950X. Напомню, это 16-ядерный процессор. Его разогнали до частоты 4.3, 4.4 ГГц. И проявили соответствующие тесты, в том числе в Cinebench. И по результату он превосходит даже 24-ядерный процессор текущего поколения. Это Ryzen 3Dripper 2970WX. Это к вопросу о том, что выбрать. Для многопотока либо AM4 и старшее решение, либо Ryzen 3Dripper. Либо текущего поколения, либо подождать 3Dripper уже следующего поколения, который уже вот-вот-вот выйдет. Здесь ответить на этот вопрос все же сложно. Какие-то приложения, возможно, получат дополнительный буст от многоканальной памяти, которая присутствует в 3Dripper'ах. И будет в том числе еще и 8-канальная оперативная память в старших 3Dripper'ах будущего поколения. Но тем не менее, для большинства задач многопоточных вполне сойдет и обычная платформа AM4 и старшее решение Ryzen 9 3950X. Ну и теперь немножко поговорим про компанию Microsoft. Не так давно прошел ивент, где показали новые продукты из линейки Surface. В частности, сейчас поговорим про Surface Laptop 3. Полностью алюминиевый корпус. Конечно же, полный фарш по технологиям. А в качестве процессора будет использоваться решение от компании AMD. Это полузаказное мобильное решение. Почему так? Потому что ядра здесь у нас классические Zen Plus. 12 нанометров. Все еще до сих пор компания AMD не перешла на 7 нанометров этих процесс в мобильных решениях. Пока вот так. А вот графическая составляющая будет усилена. Здесь применяется либо Vega 9, либо Vega 11. Сам же процессор называется Ryzen Surface Edition. И действительно, в мобильном сегменте это самый производительный процессор по части графики. Поскольку точно такая же графика используется только в настольных процессорах. Это Ryzen 5 3400G, 2400G, 2400GE. А здесь такая же графика такой же производительности будет использоваться в мобильном решении. Довольно неплохо. При этом указанная модель ноутбука с экраном 13,5 дюймов будет поставляться с процессорами Intel Ice Lake. А вот большая 15 дюймовая как раз будет уже использовать Ryzen Surface Edition. Вот так вот необычно разделяется конфигурация по экранам. А вот бизнес решения ноутбуки для именно бизнес подразделения будут использовать уже интеловские процессоры. И в моделях на 13,5 дюйма и на 15. Кроме того, Microsoft показала пока что только анонс Surface Neo. Это что-то вроде планшета. Он открывается как тетрадь. Имеет два дисплея. Есть возможность подключения клавиатуры. Очень функциональное устройство. Причем можно получать и тачпад, сдвигая клавиатуру. Можно получать и функциональный дополнительный дисплей возле клавиатуры. Как это например есть в ноутбуках Asus серии Duo. Насколько я помню, он так называется. Так вот. Выйдет устройство только к праздникам 2020 года. К новогодним. То есть ждать еще более чем один год. Тем не менее. Чем же еще примечательно данное устройство? Оно будет использовать 10-нанометровые процессоры компании Intel. с пространственной упаковкой Foveras. Это Lakefield. Я напомню, что в одной упаковке у нас содержится оперативная память. Это LPDDR4-4267 МГц. То есть очень скоростная память. Здесь же у нас находятся 4 крайне энергоэффективных ядра. Tremont. И одно производительное ядро. Архитектура Sunny Cove. Ice Lake. Соответственно все это может взаимодействовать с программным обеспечением. Когда нам нужно, мы подключаем мощное центральное процессорное ядро. Когда не нужно, мы используем более экономичные ядра. И таким образом можно получать оптимальную производительность. И низкое энергопотребление. То есть высокую автономность данного устройства. При этом это архитектура X86. X86 совместимая. В отличие от каких-нибудь там ARM решений. Ну и конечно же еще очень много интересных новых продуктов показали. Если интересно, могу отдельное видео потом сделать. Впрочем, наверное вы уже все сами уже давно прочитали. И все уже видели. Ну а теперь поговорим снова про AMD. И про слухи, которые касаются архитектуры следующего поколения. Это конечно же Zen 3 и Zen 4. Архитектура Zen 3 впервые появится в серверных решениях. Компания AMD именно серверным решением AMD отводит главенствующую роль. А не даже обычным каким-то потребительским. Так вот, Epic Milan. Это процессор следующего поколения. Архитектура Zen 3. Он по слухам сохранит структуру 64 ядра. Будет поддерживать PCI-Express 4.0, DDR4, оперативную память. И также будет поддерживать текущий сокет. То есть, не нужно будет покупать новую материнскую плату. Это сокет SP3. А вот следующая архитектура Zen 4 уже получит следующую версию PCI-Express. Это 5.0 и оперативную память стандарта DDR5. И сокет, к сожалению, придется поменять. Информации по архитектурам пока что мало. Однако известно кое-что про архитектуру кэш-памяти в Zen 3. В частности, в процессорах Milan. Но поскольку архитектура унифицирована, то точно такое же решение будет использоваться и для массовых сокетов. В частности, для AM4. Итак, что мы видим в Zen 2. Здесь у нас есть один кристалл. В нем есть комплексы, core complex. И в итоге 8 ядер находятся в одном кристалле у нас. Кэш-память L3 разделена на 2. 16 и 16 мегабайт. Соответственно, каждый комплекс состоит из 4 ядер. И он получает доступ к своему кэшу. Соответственно, если нужен перекрестный доступ к кэшу, то это увеличивает несколько задержки. В архитектуре Zen 3 мы получаем общий кэш 32 мегабайта, что, соответственно, позволит увеличить производительность и снизить задержки. Более какой-то информации пока что нет. А вот следующее поколение Zen 4 выйдет только в 2021 году. Ну а, соответственно, Zen 3 появится уже в 2020. Компания Intel представила обновленную линейку своих процессоров под сокет LGA2066. Это Cascade Lake X. И при этом стоимость этих процессоров намного доступнее, чем было раньше. Десятая линейка процессоров состоит из базового 10-ядерного процессора. И в топе это 18-ядерный процессор. Вот это правильное решение, то, что здесь нет каких-то там 6-ядерных процессоров, например. Все-таки это линейка HEAD компьютеров. И, соответственно, здесь нужны высокопроизводительные процессоры. Базовый процессор Intel Core i9-10900X. 10 ядер, 20 потоков. 3.7 базовая частота. Boost 4.7. Также Boost для всех ядер 3.8. 165 Вт TDP. И, внимание, стоимость 590 долларов. Ранее самый младший 10-ядерный процессор, это 9820X, обходился в 900 долларов. А более старшая 10-ядерная моделька обходилась практически в 1000 долларов. Сейчас же 590 долларов. 12-ядерная модель 689 долларов. 14-ядерная 784. И 18-ядерный процессор, 1000 долларов. Также несколько снизились и цены на 9-е поколение процессоров под сокет LGA1151 версии 2. Процессор, например, Core i9-9900KF с 488 долларов, теперь стоит 463 доллара. И оставшиеся цены вы также видите. Кроме того, компания Intel обновила линейку профессиональных воркстейшн-процессоров Intel Xeon. W, это 2000-ая серия. Здесь у нас есть из примечательного технологии Intel Deep Learning Boost. Технологии, которые позволяют работать с ускорением определенных задач при помощи алгоритмов нейронных сетей. Здесь у нас поддержка 2.5G Ethernet. И, конечно же, у нас здесь есть Wi-Fi стандарта 6 EX200 Geek+. Здесь у нас самый базовый процессор 4-ядерный 8-поточный. Это Xeon W2223. Стоимость 300 долларов. Базовая частота 3.6. Boost 3.9. Boost для всех ядер 3.7. Старшее решение это Xeon W2295. 18 ядер 36 потоков. База 3 ГГц. Boost 4.6. Для всех ядер 3.8. Стоимость 1333 доллара. Ну а уже в следующем году компания Intel готовится к массовому запуску 10-нанометровых продуктов. И в частности, кроме центральных процессоров, выйдут, конечно же, и графические решения. Архитектура XE. Кстати, Раджа Кадули в своем твиттере запостил любопытный вот такой вот твит, где находится изображение. Это машина Model X Tesla. Но не самое это интересное, а номерной знак. Здесь у нас Sync XE. Думай, в экспоненте. Так сказать, можно так перевести. И самое интересное это дата. Июнь 2020 года. Это возможный анонс графического решения от компании Intel. GPU будут выполняться по нормам 10 нанометров и поддерживать в том числе технологию трассировки лучей. По слухам, каких-то отдельных аппаратных блоков для этого не будет. Все будет выполняться на универсальных шейдерах. Тем не менее, благодаря архитектурным оптимизациям удастся получить довольно неплохую производительность. Кроме того, архитектура XE найдет свое применение и в качестве встроенного графического ядра в центральные процессоры поколения Tiger Lake. Это условное 12-е поколение. Оно будет производительнее, чем 11-е поколение Vice Lake примерно в два раза. В любом случае, уже начиная со следующего года, будет появляться все больше и больше дополнительной информации о новой графической архитектуре компании Intel. И наконец-то Intel сможет вернуться на рынок графических ускорителей. А я напомню, что когда-то Intel выпускала свои собственные видеокарты, но потом с этого рынка ушла. Что же, друзья, вот такой вот насыщенный выпуск новостей у нас получился. Если вам было интересно, то прожмите большие пальцы вверх. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Это поможет продвинуть ролик. Также подписывайтесь на канал, если вы впервые у меня. Можете кликнуть на сам канал, посмотреть другие мои ролики. У меня много чего интересного выходит. Я думаю, что будет вам очень и очень интересно. И, конечно же, поделитесь роликом и другими моими роликами с друзьями в социальных сетях. И до встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok